Я уверен, что победы придут, но прежде чем они... Мы поздравим, конечно, Магомеда Маликову с этим победой. Пожелаем хороших Алексею тренировок, скажем так, бойцами его уровня с хорошими спарринг-партнерами. Юрий Горбенко. 180 сантиметров, 99 килограмм. Я скажу, что телеканал «Боец» проводился 5 января. Юрий Горбенко выступал в категории до 99 килограммов. Ну, набрал. 6 килограмм. Да, также Юрий Горбенко выступал на прошлом турнире, организованном Международным промоутерским центром «Звезда». Бился против Константина Глухова. Ну, мало чего показалось в бою и в рейт. Рекорд мы видим. 8 побед и 7 выражений. 50 на 50. Даже 55 на 45. Ну, я немножко оковлю. Салим Гирей Расулов по прозвищу «Мудрый». Посмотрим, насколько Салим Гирей Расулов проведет мудрый поединок против Юрия Горбенко. Рекорд 5-3. Салим Гирей Расулов. Я неоднократно видел бои салим Гирей Расулов на турнирах по комплексному единоборству. На турнире по свободному бою бился салим Гирей Расулов. Салим Гирей Расулов и первым бойца, стоящего в красном углу клетки. Рост 181 сантиметр, официальный вес 99 килограммов. Его профессиональный рекорд – 12 боев. 7 побед, 2 поражения, 3 ничьи. Чемпион мира по кикбоксингу по версии WAKO. Чемпион мира по кикбоксингу. Чемпион мира по кикбоксингу. Дамы и господа, встречайте из Сапорожья, Украина. Дамы и господа, представьте из Сапорожья, Украины Юрия Горбенко. Изначально другой боец должен был принимать участие в этом турнире. Войцах Булинский из Польши. Ой, польский Сэмми Шилд, рост 102 метра 3 сантиметра. По своей базе Булинский является представителем карате и неплохо боролся. Но вот не дали Войцаху Булинский визу на этот турнир. Его профессиональный рекорд – 8 боев. 5 побед, 3 побед. Вместо него приехал Юрий Горбенко. И о приезде Горбенко стало известно за 2 дня до турнира. Чемпион России по армейскому бою. Абсолютный чемпион России среди профессионалов по версии FCF MMA. Чемпион мира по панкрециону. И чемпион мира по смешанным единоборствам Португалии. Чемпион мира по ушу в итальянском городе Перуджи. И чемпион Дагестана по ушу Саньда. Абсолютный чемпион России в FCF. Ну я видел поединки с Саленгирей Расулова. Якобыраженный ударник. Будет свои поединки. В основном то, что я видел, он строил от удара. Я видел 2 поединка с Саленгирей Расулова против Руслана Магомедова. Поединок с Саленгирей Расулова против Константина Глухого. Очень много зависит от формы Саленгирей Расулова. Потому что форма у Саленгирея бывает так же совсем разная, как у Алексея Леника. По моему взгляду встречаются 2 тяжеловеса, которые по своей природе все-таки полутяжеловесы. А Юрий Горбенко может даже и думаю до 84 килограммов в принципе подсогнать при желании. Я думаю выступая Юрия Горбенко в США, я просто заставили бы это сделать. Ну Юрий очень неплохо бьет лоу-кики. Хотелось бы мне отметить, хорошо быстро стреляет ногами. На кубке телеканала боец Горбенко дошел до полуфинала, где проиграл Игорь Савельеву. Достаточно редкая техника ударов ногами не просто для вообще ММА, а это тяжелый вес. Это мы очень редко видим. Пока мы видим, наверное, поединок скорее по кикбоксу, по смешанным единоборствам. Ну конечно, да, вот хорошую комбинацию проводит Салемгирей Расулов. Я скажу так, несмотря на то, что Юрий Горбенко по своей базе кикбоксер, руками Юрий работает не скажем, что на высшем уровне. Хорошо бьет ногами, безусловно, но ударная техника рук у Юрия, вот если сравнивать с хорошими кикбоксерами, я думаю даже хромая. Но однако не стоит Салемгирею вот так вот зарубаться с Юрием Горбенко, потому что удар-то прилететь от Горбенко может быть очень хорошо. Нет, это тяжелый вес. Здесь каждый удар это нокаутирующий, если он попадает. Болезнь всех тяжеловесов, ну в большей части, это, конечно, функциональная подготовка. Чем тяжелее вес, тем больше ей надо уделять внимание. Потому что вес большой, усталость, энергозатрата большая и усталость очень быстро. А как только в бою ты устал, все, ты не думаешь о бою. Думаешь только о том, как дышать. Достаточно неплохой Салемгирей Расула в форме. Вот у нас записано, что 111 килограмм. Показывает очень разнообразную технику, бьет и ногами, крутит бигфисты. Причем ногами бьет не только по ногам, но и по голове. Ну, однако пропускает сам Салемгирей много по левой ноге. Раз за разом лоу-кики Горбенко доходят. Ну, в всяком случае, пока что из той техники, которую показали оба спортсмена, Салемгирей, я считаю, намного разнообразнее. Ну, да, по разнообразнее, хотя, я думаю, вы согласитесь, таких прям точных ударов-то не было. Пока нет, потому что если бы он попал, я думаю, что оппонент бы упал уже. В принципе, раунд, на мой взгляд, пока равный. Пока равный. Ну, может быть, небольшое преимущество все-таки почаще атакует Салемгирей. Ну вот, хотя... Ну, с другой стороны, Горбенко прессинкует, центр клетки за ним. Ну, конечно, оба спортсмена имеют излишки веса. Ну, я вообще расскажу, что, на мой взгляд, оба бойца должны выступать в другой весной категории всякой. Ну, Салемгирей удалось перевести бой в партер. Посмотрим, что оба спортсмена покажут нам на земле. Вряд ли увидим в этом бою треугольники и болевые на руки. Но мощные домевания, Гранден Пау, возможен. Как бы так ни случилось, что силы бы не закончили у бойцов, и мы бы во втором раунде ничего бы не увидели. Давайте будем надеяться на лучшее. Да, будем надеяться. Ничего не хочу сказать. Видно, что Салемгирей очень неплохой для себя в форме, потому что тут написано у меня, что 111 килограмм весит Салемгирей. Мне кажется, что к этому бою Салемгирей все-таки в другом весе подошел, более подходящим к его оптимальному весу. Попытка тоже бекфиста. Тем же самым отвечает Салемгирей Рассул. Дагестанская школа Ушусаньда, или как сейчас называется, кунг-фу, потому что очень много представителей конкретно дагестанской школы Саньда бьют бекфисты, и бьют удары ногой с разворотов. Ну, это техника, я считаю, особенность именно школы, которая часто очень используется, да, именно в Саньда, то Саньда, которую мы видим. Для всех видов единоборств компания BoxFit предоставила боевые перчатки для участников сегодняшнего турнира. Спасибо. Повтор лучших моментов. Знаете, мне показалось, что Салемгирей пожестче немного бьет в этом раунде. Ну, а в всяком случае, это мое мнение. Ну, в принципе, если второй раунд пройдет так же, как и первый, я думаю, могут дать третий дополнительный. Я вспоминаю поединок Мурада Магомедова и Сергея Баля. Возможно. Такая героиня. Потому что Янова преимущества сейчас никто не имеет. Хотя, мне кажется, что Салемгирей был поинтереснее. Поинтереснее, да. По разнообразнее запомнился Салемгирей больше по этому раунду. Ну, думаю, что публика Салемгирей Расулова отметила для себя. Я думаю, судьи тоже. Ну, судьи отметили, и публика. Широ в область печени от Салемгирея. Посмотрим, кто же лучше борется. Пока по переводам 1-0 в пользу Расулова. Вот 2-0. 2-0 в пользу Салемгирея Расулова. И занимает прекрасную позицию Салемгирей. Маунт. И как бы сейчас все для Горбенко бы и не закончилось. Очень легко представители ударных видов единоборств отдают позиции. В том числе Маунт. Хотя вышел, смотрите. Опять бой продолжается в стоечке. Салемгирей очень интересно боксирует. Обратите внимание, он гипнотизирует соперника и очень резко взрывается. И во время этих взрывов Горбенко выглядит не всегда лучшим образом. Хотя Горбенко, наоборот, постоянно прессингует. Ну, он занял центр, да. Занял центр. Работает. Ну, темп боя упал. Спортсмены, я думаю, подустали. Батареечка начинает подсаживаться. сам падает саленгири рассолок на уши на дмитрий ваше мнение стоит ли так много крутиться во время боя все-таки ладно юрий горбенко соперник который позволяет но есть и более сильные соперники я думаю что там вот так вот не позволит себя саленгири проводить постоянно бэкфисты удары уши раз разворота ладно раз-два во время боя но мы видим что практически каждая атака заканчивается таким ударом с разворота вот он чередует видите то он ударил ногой сейчас он попытался атаковать бэкфисты просто например хороший борец может в этот момент сконтрить и оказывается согласен но это оба представители больше все-таки ударных систем поэтому они позволяют каждый каждый спортсмен может показать ту технику которая позволит ему показать его соперник но от того что здесь большое количество ударов и будете больше чаще происходят своих я считаю мы как зрители ничего не теряем ничего не теряем хорошие мощные руки конечно вот если рассматривать через призму магомеда малякова именно с ним предстоит биться из этих бойцов я думаю что с магомедом нужно показывать что-то больше магомед очень показал то что очень мощно сильно и быстро он может бить руками и одиночные ноги и магомед маляков может очень жестко наказать руками за одиночные ноги сейчас уже горбенко попадает на мой взгляд второй раунд горбенко не проигрывает и логичнее всего в данном поединке так третий дополнительный раунд давайте немножечко еще подождем да я скорее всего соглашусь с вами и опять перевод боя в карту здесь я считаю соленгирей должен активизировать активизироваться если соленгирей сейчас может взять концовку то соленгирей выиграет у юрия но остается 10 секунд надо не забывать что это не одиночный бой а победителю предстоит еще финальный бой так что силой тоже нужно беречь завершается второй раунд посмотрим что же посчитают судьи концовка данного раунда осталась за раз сулова я все-таки думаю что будет третий раунд нарушил правила горбенко прихватил сетку а вот здесь бигфист чуть не нашел свою цель дополнительный третий раунд здесь я с судьями согласен хотя вот здесь уже все здесь сейчас будет играть очень решающую роль функциональная подготовка одного и другого спортсмена кто лучше сейчас функциональный готов вот я думаю победит в этом приедем как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, он тренировался и в хорошей форме. Может быть, он готовился к какому-то другому турниру? Может быть, готовился. У меня этих данных пока нет, но Горбенко меня приятно удивляет сейчас. Мне казалось, что Юрий Горбенко явный аутсайдер этой четверки, но сейчас мы видим, что это не так далеко. Продолжение следует... Да, если весь бой будет третий период проходить в таком же стиле, то, судим, будет тяжело. Да, можно смело монетку просто бросать. Тяжело, да. Победил с Оленгирей, Орешкой, Юрий Горбенко. Кто выиграл, а кто проиграл. Опять же, мы напоминаем о том, что четверка, гонорары в четверке, только победитель получает все. Поэтому сейчас здесь бой достаточно равный, и оба спортсмена, я думаю, особо не будут рисковать. Потому что спорная ситуация, и любая ошибка может привести к тому, что он уйдет из четверки. Вот сейчас мы видим обмен удара. Опять Оленгирей удается сблизиться. Ну, Горбенко прихватывает шею с Оленгиреей все-таки. Может быть, нет. Горбенко опять оказался внизу. Вот надо развивать. Надо развивать, а сил, походу, уже нету. Сейчас, наверное, будет подъем в стойку, да. Пытается Оленгирей встретить ногу рукой. Попытка Юрия Горбенко бросить через бедро. До конца отметим, до конца этого боя, и все-таки Соленгирей бросает Юрия Горбенко. Я думаю, что вот этот бросок может быть решающим в этом поединке. Да, монетку хорошо, что, судим, не придется бросать монетку. Однако Юрий Горбенко считает, что именно он победил. Ну, а что, в третьем периоде, я считаю, было вот два броска с Оленгирея Расулова и обоюдные просто комплименты. Больше ничего никто не показал. По моему мнению, третий раунд за Соленгиреем Расулова. Посмотрим, что скажут судьи, как они отсудили первый-второй раунд и какое будет общее решение этого боя. Как мы поняли, что судьи, скорее всего, первый-второй раунд отсудили как ничейный. Приблизительно ничейный. Опять, видимо, судьи какие-то... Ну, четвертого раунда по-любому не должно быть, и сейчас судьям надо выносить решение. Мы помним, что на турнире, на одном из турниров М1, один раз было такое, что очень неожиданно назначили четвертый дополнительный раунд, и на турнире проекции не так давно там... Ну, я считаю, это неправильно. Это неправильно. Слушали люди аплодисменты, и также был назначен дополнительный раунд, которого не должно было быть. Вообще, вот эти вещи, дополнительные раунды, должны очень жестко обговариваться всегда со спортсменами, потому что человек готовится максимум на 15, грубо говоря, минут, и вдруг ему дают драться 20. Ну, да, на турнире... Это совсем другая подготовка. Да, про серию «Канонсер» спросил зрителей, хотите ли вы увидеть четвертый раунд, там судьи хлопками показали, что да, хотим, и дали людям... Зрители-то могут и четвертый, и пятый, и двадцатый попросить, а драться по спортсменам. Да, 12-раундовый поединок могут заказать зрители. Не забывайте, тем более то, что раунд все-таки не три минуты, не две, а пять. Дамы и господа, по завершении трехраундового боя с разногласием судей одержал победу и вышел в финал, ladies and gentlemen. И после завершения трех раундового боя с разногласием, у нас есть победа по сплитной решению, и идет финал Юрий Краб Корпянко! Неожиданное решение. Хотя по третьему раунду, и может быть по первому двуму... Да, для меня это тоже неожиданно, но вы знаете, может быть, здесь не захотели увидеть двух представителей одного клуба в финале. Да, ну вот я не знаю, Салемгири рассудил. Салемгири представлял тоже Горец, во всяком случае, как объявили, да. А, ну, в принципе, мы видели, что мы видели в третьем раунде. Мы не видели ничего в третьем раунде, кроме двух переводов Салемгири и Расулла. Да, да. Вот, в первых двух раундах мы видели также обоюно работали. В первом раунде поинтереснее был Салемгири и Расулл, второй раунд, я считаю, была ничья. Ну, опять же, судьям виднее, может быть, они больше видят, чем мы сами в студии, они находятся там ближе. Ну, для меня лично это решение тоже. Ну, я вернусь. Салемгири